Владимир Вольфович и автомобили. Могу предположить, что большинство из наших зрителей, даже без упоминания фамилии, поняли, про кого идет речь. Да, действительно, он был такой один. К сожалению, Владимира Вольфовича Жириновского с нами не стало, и это весьма печально. Неоднозначный человек, неординарный политик, честно скажем, не особо следили за его политическими высказываниями, впрочем, как и за другими политиками, но для нас Владимир Вольфович раскрылся немного с другой стороны, как страстный любитель автомобильной техники. Давайте в этом выпуске об этом и поговорим, а здесь Техноенот и его команда. Здравствуйте, дорогие друзья. Как я уже говорил, у Владимира Вольфовича бывали неоднозначные и прямо противоположные высказывания, в том числе и про автомобили. С одной стороны, можно вспомнить, как он агитировал за общественный транспорт. Не надо покупать машину. Она, это абуза, бензин дорого, ремонт, страховка, на учет, стоянки, одни скандалы, риск, поджигают, угоняют. Вот зачем такую себе абузу делать? Зашел в трамвай, сел на свободное место, сзади где-нибудь, доехал до места работы, поработал, вернулся, сел в трамвай, доехал до дому. Какая машина? Но вот с другой стороны, его личные мнения в совершенно другой обстановке совершенно противоположны. Это была мечта всех мужчин. Слово машина, люди просто млели. Велосипед, мотоцикл не так. А вот машина, и тем более вот Волга, победа, она как бы такая вместительная уже. И впечатление хорошее. Владелец, когда уже, то есть, человек, видимо, заслужил. В его служебном автопарке работали шикарные представительские лимузины. Это и Майбах, и Роллс-Ройс, и Мерседес-Бенц Пульман, а также люксовые внедорожники, Cadillac Escalade и другие машины. Да, в этом отношении Владимир Вольфович знал толк и не скромничал, но в последнее время ездил только в качестве пассажира. Правда, нет-нет, да и сам садился за роль автомобиля. Это вот наша Волга, самая любимая машина, всегда черная для начальника. Заметно, что водительские навыки уже порастерялись, но это и понятно, возраст все-таки. Но водительский стаж у лидера партии очень большой. И обучение вождению было еще в школе на грузовом автомобиле, впрочем, как и у большинства советских мальчишек того времени. Первый автомобиль, где я начал учиться в вождении, 16 лет, в школе. Садись, у нас первый урок вождения, поехали. Ну я завел, ну по городу как ехать? Я поехал. Сразу по городу ГАЗ-63, это же механическая коробка. А затем была и работа на Алма-Атинском авторемонтном заводе номер 2, тоже связанном с автомобилями. ГАЗ. ГАЗ. Смотришь, я 60 лет назад работал в Алма-Атинский авторемонтный завод номер 2. И там ГАЗ-51 у нас были машины. Вот, ГАЗ. Фирма хорошая. И мы их ремонтировали. Четыре года я ходил, раз в неделю. Производственная практика. Со временем удалось накопить и на свое собственное авто. Первым автомобилем стал Запорожец. Дешево и сердито. И Владимир Вольфович с большой теплотой вспоминал этот автомобиль. Заметьте, ни одного плохого слова в адрес этой не самой удачной малолитражки. И только в 70-м году я сел за свой Запорожец. Там я помню даже запах обивки. Как его называется? Не кожа там, а... Дермантин. Дермантин. То есть пора у меня запах дермантина. Моя машина. Запорожец. Это вот наш Volkswagen. Была бы нормальная страна вся вот наша. И этот завод бы сейчас же гнал бы и гнал бы для всех. Стоил бы он 300 тысяч. И все. Даже пластмассу можно сделать. И дождь кувалдой можно долбать его, выправлять что-то такое. То есть он никуда от него. Первое путешествие и первое ДТП связано именно с запорожцем. Москва, Харьков, Анапа, Сухуми, Кутаиси, Тбилиси. 3000 километров. В Грузии какой-то поросенка ударил. Но он вскочил и пошел дальше. Как остановить машину? Они бегут, поросяты, через дорогу. И не знаешь, успею, не успею. И прямо одного ударил он, упал, встал и побежал дальше. То есть дорога, всякие такие приключения. Пассажира не возьми. И свинья под колеса лезет, так сказать. Помимо истории с поросенком, не было больше упоминания о каких-либо серьезных дорожно-транспортных происшествиях, когда за рулем был Владимир Жириновский. Но были и неприятности, связанные с самой распространенной кражей советских времен. Кражей дворников. Только приехал в Тбилиси, ночью поставил машину, утром дворники уже украли. Ну что делать? Клеся по дорогам на Запорожце, Владимир мечтал о машине из Горького. И даже просил тестя подарить ему белую «Волгу», но не срослось. Но он и не обиделся. Дайте прокачусь, не дал. Вот, говорит, женой машину никому не доверяю. Ну, имеет право. Был он большим любителем «Волка» и «Москвичей», а также обожал автомобиль «Победа». Такой ему подарили на 70-летие. Ее сделали мне к 70-летию, и от моего дома до Госдумы 4 тысячи километров шли. Своим ходом, за рулем. Депутат Диденко. Вот видите. И эта победа стала частью автомобильной коллекции Владимира Вольфовича. Давайте теперь ему самому дадим слово с рассказом об остальных автомобилях из коллекции ЛДПР. Вот пытались Кинишма, Ивановская область. 99-й год. Ну, вот вроде корпус, мотоциклы, дверь для мотоцикла. Ну, не пошло. Ну, дешевле, стоят должны копейки. Вот, красавец. Тоже сделал депутат Власов. В этом году, к 75-летию. Это у нас тоже москвич. Только уже другой. Да, другой. Вот он, так сказать, позже. Это ранее. По ручкам, видите? Ручки были внешние. При аварии люди разбивали голову. Поэтому сделали, утопили их. Чтобы они не торчали. Потому что удар сюда. А если же удара нет, скользит. Красавец джип наш, Нива. Весь мир в восторге. Компактная, скоростная, высокая, дешевая. Можем же делать. Ну, красавец. Очень гордился Владимир Вольфович одним из трех ЕО-мобилей, которые были только у него, у Прохорова и у, ну, сами узнаете, у кого. ЕО-мобиль. Он первый сделал автомобиль с электродвигателем на Минский завод. Всего три штуки. Один у него, как образец. Один мне. Один там, понятно где. Всего три. Прохоров Михаил пытался наладить выпуск. Но потом, видимо, просчитали экономисты. Невыгодно. Тему закрыли. Но он успел на всю страну мне пообещать один автомобиль. Но он думал, что я забуду. Ну, память хорошая, что делать. Был в коллекции и бронированный «Тигр» производства Горьковского автозавода. Но Владимир Вольфович в 2014 году отдал его ополченцам Донбасса. Машина попала в аварию. И сейчас сложно найти информацию о том, в каком она состоянии и где она находится. Вы, наверное, тоже заметили, что ведет себя Владимир Вольфович как заправский коллекционер ретро-авто. Но и в самом деле, планы у него были грандиозные. Сделать навес, чтобы сберечь авто и пополнить коллекцию. Давайте послушаем. Ну, здесь навес сделают наши мастера. Чтобы не было дождя. Снег. Потому что еще вот так в ряд встанут. Вот сюда до конца. И там. И больше у нас не будет. У нас еще УАЗик легковой с Воронежа. Луханка. Из Астрахани. Где-то еще Газель. Вот. О перспективе. Газель Next. Придет время. Поставим. 16 мест. Микроавтобус такой. Совсем хорошо. Да. Такой коллекции можно только позавидовать. По его словам, были у него и автобус, Зил Юность и Чайка. Но они были кому-то подарены. Кстати, он неоднократно упоминал о том, что ему совсем не жалко было расставаться с автомобилями и давать ими порулить другим людям. Вероятно, можно сказать, что взаимоотношения с железными конями были самыми теплыми. И, вероятно, любовь к автомобилям была заметна. Ведь даже в Америке лидеру ЛДПР дали порулить автомобилем Майбах на улицах Нью-Йорка. Я полагаю, что несерьезному водителю не доверили бы такой автомобиль на улицах такого города. Ну вот как его? Ну у нас как это? Майбах. Майбах. Красавец, огромный такой. Садись. Как вот? По Нью-Йорку. Она дорогая. Что-нибудь там чекнет. 30 тысяч ремонт. Ничего не было. Как его? Система указывает мне. Поворот налево, поворот направо. 30 минут ехал по Нью-Йорку. По самой железной улице. Более громадного города нет. И доехал до места. Вот, пожалуйста. Давайте его таким и запомним. Неоднозначным, эпатажным, серьезным, веселым и любящим свои автомобили. А здесь был Техноенот и его команда. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok